все берут nissan и поэтому она вонючая спарк и ford fiesta вот это самая новая давай спарк возьмем он очень красивый смотри как юта бежевый да давай спарк берем погнали погнали она новая экономичная зато по низу регулируется обоевая просторный малыш спарк просто нормалаз осталось только инспекцию сделать фоточки поделать музончик погромче так кондиционерчик побольше ух ты ёлки-палки овощи топчик не знаю мест правда вообще нету но нам же сзади не надо вся два пассажера сейчас сделаем фоточки короче она самая свеженькая большой багажник и вот там нет китайца китайца не нету тогда можем ехать да как вы видите тут сзади вообще нет места толку от заднего дивана вообще нет лилипуд такой но оптика красивая конечно зачетная вот там камера заднего вида было я видел может лучше белый ой бля прокурен ну коже по 15000 пробег уже прокуренный и чё все после рента такие тачки кошмар там как будто траву шмалили план поехали на бежу вот у нас шевролет спарк на вид очень маленькая малолитражка съедим 140 километров обороты мы едем где почти 90 мая 140 километров оборудов ну то есть очень-очень хороший вот мы едем и кого-то бы вот видите слышите как тихо в салоне и насчет простора да то что она типа очень маленькая снаружи ну типа сейчас вот мы сидим машин вот удобнее чем вот вещь я полностью руку утягивают до твоей руки круиз-контроль тихо и удивляет ответа рукодиор на эта машина новая я не знаю но они научились как-то делать да вопрос когда аль эту машину мы подумали подумали что сейчас просто будет вот такая вот билиберта начнется но вот мы сейчас вот давай 140 сделает вот прям 140 видите даже вот я камеру держу вот камеру даже машина не трясется еще и все хиолетов у нас ну типа в салоне не чувствуется ты доволен да я тоже доволен я думал чем бы за дерьмо взять но эта машина новая 9 500 майло да просто офигенная намагает 16000 километров всего пробег 170 уже есть 70 почти максимум 190 мне кажется она даже стрелку вообще без проблем не ливала вообще 3000 оборотов в сторону просто какая мотылёк и стороны в сторону быстро не сбрасывал стрелять после цель-педагаза она еле еле сбрасывает потому что там же подъем еще ой спуск у нас да да еще я сбрасывал и машина огонь сколько такая новая стоит вообще нету она реально стоит своих денег да она средняя комплектация да ну типа обычный тканевый шалон тахометр есть прикинь да тахометр круиз контроль мы тут мустанги обгоняем вообще мне машина мне очень понравилась вот впереди вот впереди ну очень удобно типа сзади втроем тесно да чтобы с комфортом было вакуум с очень большим я бы сказал комфорт да вообще развалился я вообще в развалочку ускорение заехали на заправку заправиться шеврон под утро в принципе уже более-менее нормально сербима цены на бензин я просто офигел 4 доллара за самый дешевый 5 галлонов туда влазит что определение у меня осталось такой маленький бачок у него все 5 галлонов сколько там бак на 10 галлонов она что нюхает бензин что ли свет кстати бежевый вообще классный не знаю чего людям не нравится бежевый а полный бак было 3 линии такая дорога хорошая с подсевкой линии разметки очень удобно рабочая скорость и 170 спокойно едет 170 спокойно не а как люди в полинформе с таким количеством машин непонятно Используйте одну из четырех левых полос, чтобы держаться любви для въезда на магистрали Ай-15С в направлении, в Лос-Анджелс. Вот такой вот, кстати, прилично довольно-таки большого размера мотор довез нас до Элли. Но он не маленький, я скажу вам. Выглядит солидно. Большой, большой мотор для такой маленькой машинки. Чтоб вы понимали размер машинки, она, ну, очень маленькая. Вон, даже выше Ази с ее ростом. Я ее могу обнять. Да. Хорошая машинка. Тут вон еще сколько мест спереди. Можно было даже меньше сделать. А защиты внизу никакой нету. Липутик такой. Учитывая, какие здесь машины ездят, она на фоне их кажется, ну, очень маленькой. Ну, очень. Давайте я вам покажу багажник в этой чудесной автомобиле. Ну, сумочка влезет. Даже чемодан, слушай, можно поместить спокойно чемодан большой. Складывая, слушай. Да, но это понятно. Я ей к тому, что если не складываю... Ой, а там ничего нету, это просто... Ой, тут такая, типа... Короче, тут еще и докатка есть. Они умудрились сюда впихнуть. И дам крат, вот это поворот. И просто вот коврик вот такой толщиной положили, да и все. Блин, ну, докатку положить в такую маленькую машинку, это смело, смело. Ну, а больше здесь ничего и нету. Прикольно, столько даже есть такая. Ну, нормал, нормалаз. За продуктами гонять в магаз самое оно. Сзади место, ну, как-то не густо. Ну, вот за мной, если... Ну, и за Азизом, в принципе, без разницы. Тут, причем, посерединке у них подстаканник и какая-то еще и лабудень. Под что, непонятно, поэтому здесь... Ну, пять человек точно не поместится. Откидывается все просто, просто вот так. Ой, весь диван Ани, он может отдельно откидываться, просто схапанул вместе с тем. Блин, ремень зажало. Вот так вот. Такие вот у нас тут пироги. А там тоже ремень зажало. Ладно. Потом поправим. Кармашек, кстати, только есть у пассажирского. Ну, и спереди ничего так. Сидеть комфортно. Хорошая машина, едет хорошо, добротненько. Просто пластиковая дверь. А здесь с кожаным подлокотничком. Смотрите, как много. Впереди место. Для двоих шикарная машина. Азизу не понравился, как я припарковался. Перепарковать решил. Не, ну теперь-то, конечно, да, много места было. Ну и там, в принципе, можно было втиснуться. Одной своей маленькой машиной заняли два паркинга. Другой будет, не сможешь стартоваться. Ладно. Подарило нам море эмоций, что чего мы от нее вообще никак не ожидали, а ждать не могли. Дали мы машину. О, привет, она грязная стала. О, нормальная. После нашей фотосессии. Ну сколько мы проехали? 700 миль. А, 700 миль, это где-то. Ну, тысяча, да, тысяча столько километров идет. Вот издали мы малышку. Она нас безумно удивила. Сигарет, сики свои не забудь. Сишки. Бургеры надо забрать. Попить и посидухами посмотреть. Может, что там завалилось у нас, нет? У меня есть маска. Ну, все, тогда уходим. Вообще топчик. Машина просто топчик. Огонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...